Выборы в Мажелисы в Маслехаты пройдут в один день. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия. 30-процентная квота для женщин, молодежи и лиц с особыми потребностями в партийных списках будет действовать и при распределении мандатов. Кроме того, в новом составе Мажелиса не будет квоты Ассамблей народа Казахстана. О других особенностях электорального периода в материале наших столичных корреспондентов. Отличительной особенностью нынешних выборов является проведение и организация их по смешанной избирательной системе. Новый электоральный запал будет задан компаниями кандидатов по одномоднатному избирательному округу. Кандидаты поборются за 29 депутатских кресел в Мажелисе. Кто же может стать кандидатом в депутаты? Гражданин имеет право достигший 20 лет выдвигаться в Маслехат, 25 лет в Мажелис. То есть те ограничения, которые есть, это ограничения по Мажелисовскому депутату, это 25 лет гражданства, отсутствие судимости непогашенной, проживание на территории страны 10 лет. Но они, в принципе, мне кажется, достаточно такие нерепрессивные, скажем так. Электоральная кампания этого года будет ознаменована также новыми электоральными условиями. К ним относится снижение количества членов для регистрации политпартий, что в действительности дало возможности для новых партийных движений. К примеру, к моменту объявлений выборов зарегистрированы две новые партии Байта и Республика. Помимо новых процедур, создание партий снижен и пороговый барьер для прохождения партий в парламент. Политпартия, которая наберет больше 5% по партийному списку, по бюллетеню соответствующему, будет допущена к распределению мандатов. Там будут участвовать только те партии, которые наберут более 5%. По одномандатным мажоритарным округам будет избран тот кандидат, который наберет большее количество, чем остальные кандидаты. Как говорил президент, выборы в Мажелис и Маслехаты станут завершающим этапом перезагрузки госинститутов. Но даже если представить, что кто-то из оппозиции пройдет в парламент, то поменять расклад не получится, поскольку 70% депутатов будут избраны по партийным спискам, полагают независимые политологи. Но руководство ЦИК говорит об обратном. У президента было до этой реформы, конституционной, квота в Верхнюю Палату в Сенат 15 мандатов. Эта квота сокращена до 10. Из них половина, то есть 5, он будет формировать. Это его конституционное право, это его главы государства, это его компетенция. Ему могут предлагать ассамблеи. Может предлагать ассамблеи. Бауржан Шайхмед Ахмедер Ильясов, столичное бюро ТДК-42.